МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Первая весна. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера у нас состоялся выбор симпатий. На нем выяснилось, что Стас и Юра ни в одной из наших участниц не вызывают борных чувств. А вот Ваня даром времени не терял и сразу же успел понравиться Оксане. Но Ваня у нас недавно. А как известно, новых участников наши старожилы не очень-то жалуют. Кто из троих ребят покинет телепроект, мы узнаем сегодня вечером. Сегодня 381-й день нашей телестройки. После бурных ссор в лагере наступило временное затишье. Несмотря на серьезный конфликт с Аленой Водонаевой, Роман Третьяков решил простить Степану Менщикову его порыв. И обид на него не держит. Солнце и май не выставляют на показ свои чувства. Но все участники знают, что у ребят все хорошо. И новый виток их отношений не за горами. А Оксана и Ваня поехали на свое первое романтическое свидание в бассейн. Прохладно достаточно. Главное, чтобы в бассейне была вода. Теплая, да? Тепленькая. Надеюсь. Чтобы мы тогда не торопясь, как можно дольше наслаждались водной средой бассейна. О, Сим-Сим открылся. Мы даже не сказали, Сим-Сим откройся. Сим-Сим отдайся. Большие? Нет, это нормально. Встань. Не жмут? Нет, вот палец, видишь? Подожди, удобно? Да. Тебе удобно? Да. Тебе нравится? Да. Оставляю? Да. Твой котенок. Это тебе. Спасибо. Подарок. Честь чего? Просто так. Спасибо. В связи с того, что я тебя люблю. Ого. А что ты скажешь налогом, когда проголосуешь против Ромы? Я скажу, что я не хочу жить с этим человеком. Здесь. Я хочу, чтобы его здесь не было. Ясно. А у тебя есть причина, что? Я скажу, что в этом человеке... Ты можешь сказать, что ты единственный мальчик, который мне не то что жилал, а убеждал в том, что последние слова я свои скажу на женском голосовании в будке классности. Да. И мне это неприятно. Он не имеет никакого морального права мне так говорить. Ты мне скажешь, что в этом человеке еще много зла. Они вместе уже спят на ной гробе? Я уже лежал. Спят? Ночью? Не-не-не. Кино смотрели. Оксана, это показатель Оксана. Типа, вот вы говорите, вот, мы даже вместе уже... А мы сейчас с ним стоим и еле... Я же вам уже поцеловал. А она такая, вы знаете, что мы уже сегодня там... Давайте лежим. Она заостряет. Я до нее тогда коснулся. А знаешь, ну там за ручки держишь, что я... А ты знаете, мы уже лежали там вместе. Прогресс. И Громе массаж сделал. То есть это все, отчет полный для всех. Для нее прогресс, что она это сделала очень быстро, что не дело с другими парнями. Очень быстро. Хорошо. Мне кажется, Ваня доволен. Ваня, да. Гласила тебя не потому, что я не умею плавать. Первая причина была все-таки, наверное, поговорить, скажем так, вне проекта, да, о наших отношениях. Я не буду говорить таких громких слов, да. В принципе, у нас пока только взаимная симпатия, вот. И я бы хотела узнать, вот, что ты чувствуешь, какие у тебя планы в дальнейшем по поводу меня. Вообще, ты меня рассматриваешь на кандидатуру, скажем так, твоей возлюбленной девушки? У меня планы такие, чтобы ты, чтобы ты в меня влюбилась. А, ты хочешь меня влюбить в себя? Да, влюбить тебя в себя. Ну, ты знаешь, это громкое заявление, я тебе скажу. А вот тебя не смущает то, что вот до тебя у меня, скажем так, были отношения, ну, скажем так, не мало по времени, да, скажем так, вот с Юрой, да, там, с Эмом, с Астасом, тебя это не смущает? Вот то, что они говорят о том, что якобы меня там мужчины бросают и все такое. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, мне кажется, что это все зависит от мужчины. Ага. Или он бросает, или его бросают. Все равно выбирают всегда женщины. Я не хочу, чтобы ты уходил, Юрец. Я буду вас помнить. Ну, это гораздо проще расстаться с Ваней. Ванька еще, Ванька, Ванька строит отношения. Это мне больше нравится. Да, мы пообщаемся, но за периметр с тобой. Сегодня мужское голосование. Я тебе могу сказать, что я переживаю. Я не знаю, как ты, но я действительно переживаю. Я бы не хотела, чтобы ты уходил сегодня, потому что я заметила, что наши с тобой отношения развиваются намного быстрее, чем у меня отношения с Юрой развивались. По крайней мере, нам интересно, мне кажется. Я не знаю, как тебе, вот я хочу услышать от тебя, но мне интересно с тобой, мне нравится с тобой общаться. Мне приятно проводить с тобой время, там, играть в бильярд, да, хотя я там выигрываю тебя, но я думаю, что я тебя со временем научу. Мы будем друг другу учить, там, ты меня будешь плавать, я тебя в бильярд буду учить играть. Вот, я хотела поговорить. Как ты думаешь, вот, у тебя есть шанс остаться на проекте? Вот, сегодня голосование, да, как ты думаешь, кто уйдет сегодня? Просто вот твое мнение. Мне кажется, что шанс есть всегда, но я не сомневаюсь в том, что большинство голосов будет против меня. Я это реально понимаю, потому что, судя по тому, как люди здесь общаются, и за короткий срок настолько сближаются. Если я здесь только неделю, то, ребята, даже если те, кто две недели, три недели, то уже настолько близки становятся, что им трудно против друг друга голосовать. Поэтому я, как бы, представляю себе… А ты сам против кого будешь голосовать? Вот это очень трудно. Слушай, такой парень хорош, а? Очень. Вообще… Реально открытая душа, бескорыстный. Сидись, ты здесь, девчонка. Я не хочу, чтоб Юрка уходил сегодня. Он, блин, классный. И к нему девочка может прийти. Он достаточно привлекательный, мне кажется. У него фигура отличная. Ну, посмотрим. В любом случае, где… Я не буду против него голосовать. Во втором разе, мне кажется. Во втором разе. Ребята против него голосуют. А мне даже во втором разе не хочется вообще. Блин. У него другого варианта нет. Вот, знаешь, я тебе задала вопрос. Все-таки хочу получить на него ответ, потому что ты мне не дал ответа на мой вопрос. В плане того, что рассматриваешь ли ты меня в дальнейшем, да, скажем так, ну, как пару, да, предположим, что-то еще большее. То есть, или просто как бы у тебя пока только симпатия ко мне и… Я не могу сейчас предположить, как я буду рассматривать тебя в дальнейшем. Сейчас вот мы с тобой… Хорошо. Планы есть какие-нибудь все? Ну, они появятся, Планы. Да? Как только они появятся, я сразу же тебе о них расскажу. Ну, это хорошо, что появятся. Я ничего скрывать не буду. В этом ты можешь быть уверен. Я вот не понимаю, чего Оксанка вот затупила. Вот честно не понимаю. Вообще, не говорю, Толя, ну ты посмотри, вот как он одевается. Как он выглядит вообще. Это его зуб золотой. И, Анна, посмотри на меня. То есть, для нее важно… Я говорю, для тебя что ли важно внешне… Ну, знаешь, что… Да, извините, я считаю, что мужчину может сделать женщину очень легко. Конечно. Конечно. Если нет желания. Конечно. Пойдем быстрее, дождик. Сегодня везде вода. Из воды под воду. Да. Мамочки. И круг спасательный спасает и от дождя сверху, и в воде не дает утонуть. А, у меня все равно волосы мокрые. Мне терять нечего. Добрый день! Сейчас мы будем встречать Оксану и нашего дорогого Ваню, вернувшихся с романтического свидания. Вот они уже входят к нам в дверь. О-о-о! Привет! А ты красива, Оксана! Здрасте. У тебя уплотка? Ну что? Вроде как Оксана жива и невредима, круг при ней, инструктор тоже. И поэтому именно Ваню и вместе с Ваней Машу я оставляю готовить обед. Убираться у нас будут Юра и Стас. Остальные все за мной на стройку! О-о-о! Вмигом вышли! Давайте, ребята! Поплавали и в путь! Как хорошо, когда на улице дождик! Это плохо, Саша! Хочется уже лето, потому что дождик не горел! Каждая погода, Парадулька, благо! Важнее всего погода в доме, А все, что кроме суета, Есть я и ты! А все, что кроме Лихоин справит С помощью Данта! Ну смотри, Стас, вот действительно, перед голосованием каждый раз мы с тобой встречаемся, каждый раз ты одинокий, каждый раз тебя не выбирают или ты не выбираешь на предварительном голосовании. Каждый раз я задаю Дину тот же вопрос. Стас, ну не может всегда так происходить, что, знаешь, пронесет, как говорится. Ведь наступит момент, когда все-таки ребята против тебя проголосуют, и Ксюша Бородина не даст тебе иммунитет. Так говоришь, я аж забоялся. Да нет, на самом деле, я нормально к этому отношусь. Я верю и надеюсь, что придет девушка. Ну ты уже так говоришь, что ты не веришь, Стас. Ну, Ксюша, ну я не могу строить отношения с Машей, например, правильно? Я серьезно к этому отношусь. Ну а сколько этот поиск еще у тебя займет, Стас? Ну уже просто это, даже как-то, ну спрашивать у тебя неинтересно. Понимаешь, я не хожу, как некогда здесь, каждому там, да? Я надо это почувствовать внутри себя. Она придет, и я сразу узнаю, что... Хорошо, может быть, стоит поискать тогда за периметром? Там-то девушек побольше. За периметром, конечно же, естественно, больше шансов. Ну так, может, лучше там за проектом поискать? Нет, ну, мне здесь хорошо. Ой! Что такое? Оля, лягушка, посмотри! Оля, зачем ты убила лягушку, если ты... Бери, я сам эту лягушку. Ксюха, иди посмотри. О, она умерла от этой воды. Ксюха, иди посмотри. И мозги наружу. Вообще, представляешь, у нас в бассейне дохлые жабы. Вау! Я здесь живу, да, вот некоторые воспринимают. Мне пишет смс, Стас, тебе пора домой. Я такой, сначала, раньше я воспринимал, да, действительно, я какое-то место занимаюсь здесь, и, может быть, вместо меня кто-то мог бы, да, поставить. Но, судя, какие люди сейчас приходят и какие цели, я думаю, извините, я здесь живу. И с начала проекта. И если ребята сочтут проголосовать против меня все вместе, тогда я... Ну что, неужели ты живешь по принципу, что я не хуже других? Вот приходят-то похуже, чем я, значит, я больше нужен. Ну, понимаешь, я действительно искренне хочу найти свою любовь, да. Но вижу, какие люди приходят и как они строят отношения. Это не то. Это не настоящее. Это ради чего-то. Это ради... Видно прям. Нету искренности. Ну, нет вот этого человечества. Нету, нету. Не вижу. Ребят, что-то вы там слабо работаете. Мы уже с Оксануком, он уже спином, блин. Столько бедер! А-а-а-а! Где? Что? Где? Сейчас! Сейчас! Да нет! Где будет монет? Где? Смотрите, эту монетку, тяну Камилка. Сейчас найду. Сейчас. Ва-а-а-а! Что это такое?! Что это такое?! А-а-а-а-а-а! Берем самая, Ред! Там или кролик, или... Чего там?! Кролики! Это действительно очень странный место! У меня это реально мышика! Это мышка! Это Настин Хомячок! А-а-а-а-а! Фунтик! Футик! Видишь, Ксюха, А что это такое? Я даже не пойму. Это Настин Фунт. Нет, это ёжик, ёжик. Ой, а кто это? Это какое-то чудовище. Это животное. Ой, не надо, молёвка. Породина, не ори. Подождите, это животное с ледникового периода, люди. Лёд оттаял, и оно всплыло. Ребята, ещё недавно мы в этом бассейне купались. Это мышка. Ой, кто это? Нет, 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 это мышка, Саша, блин. Это грязь. Это мышка. Да это грязь. Да грязь, вон косточки. Ребята, это мышь, но она лежала на спине сначала. А-а-а-а. Ну что, Вань, твоё первое голосование. И как у новичка, у тебя большие шансы вылететь. Ты ни с кем отношения не построил. С Оксаной что-то у тебя начало складываться. Вот хочу узнать, насколько серьёзно у тебя с ней твои намерения. Пока сказать о том, что они серьёзные, я мог бы так сказать, но обманул бы. Мне нравится, что у нас завязывается. И ей интересно быть со мной. И мне начинает интересно быть с ней. Потому что сказать, что у нас что-то уже прямо складывается серьёзное, не могу. Как бы то ни было. Несмотря на то, что сегодня голосование, я не хочу обманывать никого и ни себя. Ну как вы съездили на свидание? Очень здорово. Было приятно. Сама атмосфера приятная была. И как-то мы так начали. И вода, то ли вся эта атмосфера мне близка. И она так располагала ко всему какому-то такому расслаблению. А что вы там делали? Ну, в воде. Бултыхались, купались. Целовались? Класс. Ну, Оксана меня поцеловала, когда... Но научил ты её плавать, как Оксана хотела, или нет? Ну, мы... Я продемонстрировал несколько способов плавания. Я прекрасно провела время с Ваней. Во-первых, даже... Я уже забыла, что я приехала туда, чтобы научиться плавать. Мы так, во-первых, побеседовали очень тепло. Пообщались, вот, выяснили, кому что нужно, да, скажем так, дальнейшую плаву. Что нужно Ивану от тебя? Ему приятно со мной общаться. Он мне сказал, что он хочет влюбить меня в себя. Да. Бассейн ещё романтическое место. Обычно в бассейне... Он меня катал. Он меня катал, как дельфин. Мне вообще кажется, что она умненькая девочка. Несмотря на... Ну, а как ты думаешь, Вань, почему тогда вот общее настроение... Общее настроение в лагере, в принципе, против неё. Почему так слажено? Ну, у неё такой характер. Я не знаю. Может быть, действительно, у большинства женщин такое... Или у большинства красивых женщин. Наверное, им надо, помимо того, что они сами знают, что они красивые, им нужно, чтобы все это увидели и все об этом почаще говорили. Но так как здесь собрались все такие яркие, поэтому её никто комплиментами этими засыпать не будет. И здесь конкуренция. И поэтому, наверное, происходит война красот. Кто красивее и кто вот на себя больше... На твой взгляд, кто красивее из девушек, которая здесь живет? Оксана, безусловно, одна из самых красивых девушек здесь. Ему нравятся вот мои капризы, то, что я капризничаю такая вся... Такая вот. Вот. Ему это очень нравится. А что помимо... Нет, непростая такая девочка такая... Только вот сидит, только... То есть, вот именно знаю себе цену... Скажите, пожалуйста, а что тебе нравится в Иване? Всё. Всё? Глазки тут облесняют. Давай так, посмотри, чем он лучше всех остальных мужчин? Ну, неординарностью своей, да? Во-первых... А что проявляется его неординарность? Просто впервые я слышу за всё это время, что мужчина говорит о себе, скажем так, преподносит себя, говорит о том, что я в первую очередь себя люблю, а потом уже всех остальных. А жалко тебе будет Юру, если он сегодня идёт, потому что, смотри, вот то, что ты поехала на свидание, да, тем самым сейчас и для ребят дала понять, что тебе Иван стал интересен. Естественно, тебе хотелось бы, чтобы он остался на проекте. Понятно. И автоматически Юра попадает под угрозу того, что он сегодня может покинуть наш телепроект. Ну, Ксюш, что я тебе могу ответить? Я тебе хочу сказать о том, что, во-первых, Юра сам со мной разорвал отношения, насколько все это знают, и мы сами кузнецы своего счастья, и я считаю, что у него был шанс, и я не думаю, что жалость его спасёт. Юр, недавно ты потерял Оксану. Сегодня, возможно, ты потеряешь у всех остальных и поедешь домой. Что ты чувствуешь по этому поводу? Я чувствую то, что я их не потеряю. Ты думаешь, что ты останешься? Даже если я уйду отсюда, я добавлю. Нет, я об этом не думаю, что я останусь или нет. Как должно быть, так и будет. Здесь просто ситуация такая, мне кажется, будет выбор между мной и Ваней. И Ваня ты считаешь сильнее тебя? Я не думаю, что он сильнее меня. Ты будешь голосовать против Вани? Да. Мне нравится Ванька. Он взрослый, он не глупый. И я уверена, что в его жизни были совершенно другие девушки, не такие, как Оксана. Что ты понимаешь под словом «совершенно другие, не такие, как Оксана?» Ну вот я с ним разговаривала, да, он говорит, что у него всегда были девушки старше его, что они были там утонченные. Но Оксане не 15 лет. Нет, характер, что у него, что характер был спокойный, тихий, вот такие вот. Но Оксанам совершенно противоположности вот этому, то, что тем девушкам, которые у него были. Поэтому мне так кажется, что отношения не получится. Или получится в том случае, если Оксанка перестанет так много капризничать и вертеть хвостом перед другими вещами. Ты на голосовании сегодня на мужском поддержишь Оксану? Не знаю. Я не Оксану, скорее всего, поддержу, а, может быть, вопрос по-другому должен стать. Поддержу ли я Ваню? Поддержишь ли ты Ваню? Не знаю, я еще думаю по этому поводу. Ванюша, у меня с тобой цвета тэп. Садись. Ты тоже при всех. Давай, кто еще. Ты знаешь, тут мы... Ух, да. Садись. Тут мы уже знаем, кто и чего и как. А ты, ты, ты волнуешься или ты, коридор? Да у него алиби телезнам. Но у меня волнение... Как сказать, волнуюсь? Я волнуюсь в том смысле, что... Ну, говори, Катейс, что ты, блин? Я пытаюсь сказать, что ты не боишься, блин? А чего бояться? Я тебе, блин, при чем тут все... Нет, а что, ты, ну, что боишься? А почему ты должен бояться? Тебе говорят про голосование. Мне бы хотелось остаться, потому что мне здесь интересно. Я волнуюсь в том смысле, что... Ну, хорошо бы остаться. Но я не боюсь, что... Как можно этого бояться? Ой, Степка, знаешь, что посоветуй мне, братец, ко мне голосовать. Я не знаю, чем я... Оксана, ты же знаешь, как я отношусь к тому, что ты мне говоришь, посоветуй мне. Я знаю. Не надо спрашивать советов. Делай то, что считаешь нужным. Ты же всегда так делаешь. И у тебя неплохо получается. Да? Да. Своё сердце прислушать? Да. Взвесить все точки? Все точки взвешивай. Взвесить? Да. Всё, да? Давайте, давайте. Потому что для меня это показатель. Чего? Что для тебя пофиг девушка, тебе пофиг парень, который рядом с девушкой. Вот это мне не понравилось. Так ты понимаешь, если девушке твоей будет пофиг, кто с ней рядом, ты или я, при чём тут, понимаешь, я? Это же от девушки зависит. От девушки зависит. То я тебе сказал, ты говоришь, было бы так же. Нет, ты говоришь, ты бы не допустил. А ты бы закрыл её на замок в домике или что б ты сделал? Нет. А что б ты сделал? Ты бы сам к ней не подходил бы. Почему бы не подходил бы? Я тебе давай проверю. Маша, вон какая у нас высоченная. О! Девчонки, пьёшь? Я думаю, чё дождь пошёл? Маша кровать заправила. У-у-у-у! Какой ты мавр? Я не мавр, я такой есть. Я такой же. Ты хочешь проверить, какой я мавр? Нет. Попробуй подкать яйца к Насте. Да чё ты... Если я влюбился в Настю, я подкать яйца. Если бы ты мне сказал тогда, поверь мне в то же самое, сделай. Ну давай подкати. Сделай, сделай. Ну зачем ты мне это сделаешь? Ты мне сказал, что ничего не будет. Ты сказал, ты ничего не сделаешь. Поверь мне в то же самое. Если мне женщина нужна, я буду делать. Максимум. Ну ты мне тогда сказал. Я вру. Вот такой же мавр меня убьёт, но я буду делать. Ты говоришь, вот попробуй. Я бы попробовал, если бы мне надо было. А нехрен языком тогда говорить. Нет, ты со мной... Языком не надо. Не надо со мной разговаривать. Я тебе говорю, нефиг языком говорить. Так, ты меня не знаешь. Ты со мной как-то не разговаривай. Ваня, я тебе ещё раз говорю. Ты меня не знаешь. Давай на этом... Ты стать будешь? Нет, давай на этом уснуйся. Я тебе говорю, ты меня не знаешь. Что дальше? Поэтому не надо. Что не надо? Я тебе объясняю, что касается моей девушки. Попробуй хоть что-то сказать. Ей разговора никакого не будет. Понятно? Ты плейбой, ты супер. Ты любую девочку закадрить можешь. Или что? Я люблю его за то, что он любит меня. Люблю его за то, что он любит тебя. Люблю его за то, что он мне говорил. Маша подмеди пол. Он даже заватный. Папа, я вас ожидаю. Как этот, как от Элла. Я говорю, мавр, понимаешь. Ничего не было вообще. Никто не прикатывал. Ваня, мне пофиг. Ты себя так поёгнушь, а я тебе что-то говорю, увижу. Нет, во-первых, не надо мне вот эти условия. Ваня, я тебе сказал, всё. Вы поняли друг друга? Ну, ладно. Поняли. Ну, всё, давай. Как хочется как-то мира что-то спокойствия. Мира, ну, я с тобой-то ты... Есть мавр, который вот... Что есть мавр? Зачем ты мне всё... Зачем ты со мной затеял этот конфликт? Что есть мавр, а? Нет, я говорю, есть мавр, который... Кто мавр? А джед на кому-то надо драться. В чем драться? Ну, всё, Сэм, подожди. Ты что? Что ты хочешь за меня? Мавр, это значит, что ты... Что ты делаешь? Мавр, это значит, что ты... И всё. Это... Сэм... Бесят такие черти, понимаешь? Сэм, почистай книжек лучше побольше. Узнай, кто такой мавр, там. Мавр, хочешь я тебе покажу, что ты такой мавр? Он тебе комплимент делает. Ты не понимаешь этого. Послушай, я не обижаю. Пусть... Сэм, подожди. Стой, Сэм, говори, говори с ним. Говори, я не хочу говорить. Здравствуй, не надо. Не, не надо. Мы в разных весовых категориях. Это однозначно. Вот и 90, а он в 80. Да дело не в этом. Не в разных весовых категориях. За языком следить надо. За базаром следить надо. Мне не нравится, когда так, блин, мои девушки говорят. Здравствуй, не надо, сын. По-любому здесь не надо. Вань, что ты там хотел сказать? А? Да я, наоборот, говорю, комплимент тебе делают. Ты никакой? Ты можешь слушать внимательно или нет? Мне пофиг, ты себя ведешь, как этот, бра. Хахалька такая. А я к тебе вообще никак не веду с тобой себя. Не ведешь? Нет. Этот человек обвиняет меня в лицемерии. Не говорит, в чем оно конкретно. Он мне угрожает. Когда я разговаривала с ним по поводу Алены, он сказал, я не хочу тебя слушать. Ты скажешь все в утки гласности сначала, а потом перед ребятами. И к тому же он обижает человека, к которому я очень хорошо отношусь, Алену. Он постоянно меня подстебывает. И вот угроза – это одно из решающих факторов. Дорогие друзья, откроем маленький секрет. Чтобы Бродулька дала иммунитет, достаточно написать ей смс с комплиментом. Встречайте, Ксения Бородина. Я знаю, что перед лобным местом, ребята, у вас случилась какая-то небольшая потасовка. Вань, скажи, пожалуйста, что произошло? Ну, просто поговорили. И после этого разговора я действительно зауважал Сэма. Я понял, что красивый, сильный мужчина. О чем поговорили? Ну... Что Сэм такого тебе сказал, что ты его зауважал вдруг? Ну, я вижу, как он заступается за женщину, которая рядом с ним, за любимую. Ты оскорбил Настю? Нет. А что случилось? Ну, мне показалось, что я... Нет, ему показалось, что я сделал комплимент. По-моему, я так правильно понял, что комплимент сделал Насте. И Сэму это не понравилось, естественно, потому что ему показалось, что я претендую на его место рядом с Настей. Что за комплименты сделал Анастасия? Сэм не сказал, какой комплимент я сделал, но, оказывается, причина была еще в другом. Когда я только пришел, я так понял, что я сразу Сэму не понравился. И получилась какая-то ситуация, когда мы разговаривали... То есть ты считаешь, что к тебе сейчас придрался Сэм, да, в данной ситуации? Ну, мы долго об этом говорили, и я не считаю этот разговор как-то компрометирующий Сэма, но Сэм посмотрел на этот разговор по-другому. С его точки зрения он показался, что я как-то вел себя, ну, вызывающе, может быть, нескольким. Понятно, Сэм. Этот скандал как-то скажется на голосовании? Нет, абсолютно нет. Хорошо. И сейчас я хочу, чтобы вынесли бюллетени, потому что у нас сегодня голосование. Давайте об этом не забывать. Итак, пока раздаю бюллетени, я напоминаю процедуру голосования. Сегодня у нас мужское голосование, поэтому в течение трех секунд по моей команде вы должны зачерпнуть фотографию того мальчика, который должен покинуть наш телепроект. На этой неделе никто не заселился в веб-домике, поэтому иммунитетов за домики нет. Итак, приступили. Ну что ж, выбор сделан. И начиная со Степана, я хочу, чтобы вы его огласили. Смелик, Ваня. Алена. Третьяков, Роман. Юра. Смелик, Ваня. Настя. Ваня. Сэм. Ваня. Стас. Иван. Наташа. Ваня. Саша. Иван. Роман. Смелик, Иван. Оля. Ваня. Маша. Третьяков, Роман. Солнце. Ваня. Май. Иван. Оксана. Извини, Саша Нелидов. И Иван. Селезнев Самуил. Эл. Самуэл. Нам наши... Что ж, большинством голосов нас покидает сегодня Иван. У меня есть здесь два иммунитета, Вань. Но, к сожалению, ни один из них не предоставлен тебе. Давайте посмотрим, может быть, зрители думают по-другому. Итак, на этой неделе зрители предоставили иммунитет Кариму Востаниславу. 44%. У-у-у-у-у-у. На втором месте у нас Третьяков Роман 42%. И на третьем месте у нас Никитченко Юрий. 4%. Ну что ж, Вань, я прошу тебя пройти в будку властности. Что ж, те, кто голосовал против Ивана, выскажутся, когда он придет, прямо ему в лицо и в лицо Оксане. А сейчас я хочу, чтобы высказались те, кто голосовал против других участников. Давайте начнем с Алены, которая голосовала против Романа Третьякова. Я сказала три дня назад, что этой пары и с этой парой я связываться не хочу, их для меня больше не существует. И я хочу, чтобы их не только существовало, они не существовали не только, вот, допустим, в моей голове, но чтобы на проекте их не было. То есть теперь каждое голосование ты будешь голосовать против Романа Третьякова, перед ребятами. И к тому же он обижает человека, к которому я очень хорошо отношусь, Алену. Он постоянно меня подстебывает. И вот угроза это одно из решающих факторов. Я не люблю, когда меня ставят ультиматум. Рома, скажи, пожалуйста, что за угрозы в адрес Маши? Маша уже сказала, что угроза, я сказал как-то, что она выскажет свое мнение по поводу меня в будке гласности. Это можно расценивать как стеб, можно расценивать как угрозы. Рома, скажи, пожалуйста, с каких пор у тебя стали конфликты с Машей? Я не считаю, что Алена нуждается в защите, особенно Маши. Но Оля же нуждается в твоей защите. Почему Алена не нуждается? что Алена может нуждаться в защите Степы, там, еще каких-то ребят. Я не думаю, что она нуждается в защите Маши. Маша, если твои услуги понадобятся, обязательно тебя об этом попросят. Но я не думаю, что ко мне необходимо подходить и стучать себя в грудь и говорить, я за этих людей порву, я выцарапаю тебе глаза и так далее и тому подобное. Рома, во-первых, я тебе хочу сказать, что я сама разберусь, кому я буду как относиться, кого я буду защищать, но у меня еще другой пункт, ты обвинил меня в лицемерии. Что ты имел в виду? Я так считаю. Вот я очень хотела бы узнать, и ты не сказал, в чем моя лицемерие. Мы с тобой поговорим вдвоем на эту тему. Поговорим. Хорошо. Сейчас вернется Ваня, и, конечно же, мы все скажем ему в лицо, почему проголосовали против. Здесь, в доме 2, очень хорошо. Там за периметром ждет очень много важных дел. И всем ребятам хочется пожелать удачи. Какие бы цели они себе здесь не ставили, пусть они добиваются максимально возможных результатов. А к их выбору я отношусь с пониманием. Оксан, я сейчас хочу тебя спросить, как ты думаешь, почему ребята проголосовали против него? Почему не Юра, например, да? Вот. У тебя вроде только завязалась какая-то история, как вдруг его выгоняют. Это, наверное, прежде всего неуважение к тебе, нет? Ксюш, я сейчас никого не буду обвинять, да, в том, что произошло, почему ребята проголосовали именно против Вани. Я могу объяснить тем, что Ваня здесь всего лишь неделю, возможно, он не успел еще со всеми участниками пообщаться. Это раз. в отличие от Юры. Юра уже три недели, и он успешно у него получается общаться со всеми участниками, поэтому мы не вместе сейчас. Скажи, пожалуйста, эти голоса сейчас были в принципе просто против Ивана или против ваших отношений? Против Ивана. Просто против Ивана. Я не думаю, что здесь кто-то против того, чтобы я нашла свою вторую половину. Ваня, вернись, пожалуйста, на лобное место. Ну что ж, Ваня вернулся. Вань, присаживайся на свое место. Вот, сейчас я хочу спросить тех, кто голосовал против Ивана. Начиная со Степана. Степ. У меня было две кандидатуры, то есть это Юра, естественно, Ваня. Они новые парни. Я не успел к ним так сильно привязаться, как к остальным ребятам. Но Юра, я больше знаю. Юра раскрылся за этот месяц. Он месяц уже почти на проекте. И он мне очень стал дорог за это время. Ну, пришлось против Вани. Степ, скажи, пожалуйста, а почему не Роман Третьяков? То вы сначала друг другу лицо бьете, а потом вдруг так симпатично за один день стали. Я никогда не скрывал своих симпатий к Роме. Он мне очень нравится, я его очень уважаю, люблю. Несмотря на то, что у нас... Совершенно недавно на втором этаже. Несмотря на то, что у нас с ним были какие-то конфликты. Хорошо, спасибо большое. Дальше. Юра. Как Степа сказал, Ваня новый новый человек. Я, в принципе, тоже, да. Почему ты голосовал против Ивана? Сейчас хочется узнать. Скажи, пожалуйста, ты ожидал, что ребята тебя оставят и бы голосуют большинством против Ивана? Я был готов, в принципе, к разным, к разным исходам. Я считаю, что Ваня очень много успел за эту неделю. Он успел попытаться создать отношения, он успел завоевать симпатии многих ребят, но так уж получилось, что в плане отношений с ребятами Юра здесь выдоминирует. Ну что ж, сегодня просто какой-то Юрьев день, я бы сказала. Ну что ж, мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь и пойдемте провожать Ивана. Я хочу тебе сказать, что то время, которое было проведено с тобой, действительно, как бы я себя почувствовала защищенной это раз. И мне было очень приятно общаться с тобой, все это время. И меня ктянуло, то есть я чувствовала симпатию с твоей стороны тоже по отношению ко мне. Очень жаль, что так получилось, что большинство прогуцало подсутебает, что ты сегодня уходишь. Вот. Но такова судьба, не зря я. Я обычно на мужском не нервничаю, потому что это все-таки мужское голосование, не женское. И вот именно сегодня я почему-то я тебе сразу сказала, что я занервничала. Хотя вроде бы, что нервничать, да, мужское голосование. А так как все-таки ты находишься рядом со мной, то, что ты не безразличен мне, я же действительно переживала за тебя. Поэтому я занервничала. И, видимо, я чувствовала, что так получится. Ну, я телефон не ставлю. Я думаю, что мы еще увидимся, мы будем с тобой общаться и будем созвонить. Собирай ее, Ваня! Это любовь! Это любовь, ребята! Забираем! Экспейз! Дай ее скорей! Умоги нас, что-то морей! И делу ее везде! 27 евро! Все, Ванюша, счастлив и удачи тебе! Будьте счастливы! И мы уроды! И мы уроды! Субтитры сделал DimaTorzok Как-то летом Мы приехали сюда За проектом Наблюдают вся страна Мы мечтали Все пять кастингов Пройти и остаться Чтоб любовь свою найти 15 клевых людей На проекте Дом-2 С нами Ксения Собчак И Ксюша Парадина На проекте Дом-2 На проекте Дом-2 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...